Красно-черные на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны по футболу. Первенство преодолело экватор. У команды из Бобруйска всего 10 баллов. Спортсмены признаются, сейчас все мысли про матч с Городеей. Прямым конкурентом за место в элите. Это выше лига, тут проходных игр не будет. Все команды бьются за очки. Ни с кем, ни с Боте, ни с Городеей легко не будет. У нас сейчас все игры важные, нам надо набирать очки, поэтому Городея тоже будет очень важная игра. Если мы возьмем свои три очка, то еще ситуация улучшится в лучшую сторону. Поэтому едем только за победой. Конечно, хочется обыграть бывшую команду, будем настраиваться, но не более того. 28 июня. 15-й тур. Брест. Белшина закрывала первый круг матчем против Руха. В этот вечер у Бобручан ничего не получилось. Поражение 0-3. Команда прошла точку невозврата. Тренерский штаб Эдуарда Градобоева канул в лету. К Минску спортсменов готовил Дмитрий Мигас. Хорошая атмосфера. Я же с ними, в принципе, когда помогал Эдуарду Градобоеву. Ребята знают меня, знают мои требования. Сейчас помогает Андрей Михайлович Крепач. В столице красно-черные разжились одним баллом. И уже в 17-м туре Бобручане принимали торпеды Белас, которая в этом сезоне борется за место на Олимпе высшей лиги. Счет открыли быстро. На седьмой минуте рикошетом от нападающего торпеда мяч влетел в сетку хозяев. Спустя два оборота минутной стрелки Леонид Ковель восстановил равновесие. Не успели футболисты выйти на второй тайм. Красно-черные заработали право на пенальте. Глибко вывел Шинников вперед. До финального свистка цифры на табло не менялись. 2-1. У Бобруйска первая домашняя победа в этом сезоне. Сложилось удачно. Главное, выиграли. Тяжелая обычная игра. Важно было взять очки именно дома первая победа. Перед матчем настраивали ребят на тяжелую игру. Просили первые особенно 20 минут потерпеть. Будет тяжело. После игры поздравили друг друга с победой. Пожали руки и сказали спасибо друг другу за игру. В матче с автозаводцами за Белшину дебютировали Дмитрий Лебедев и Денис Левицкий. У нас есть шансы сохранить команду в высшей лиге. Поэтому будем прилаживать все усилия. Тем более неплохой старт второго круга у нас получился. Поэтому ничего не потеряно еще. Хочу играть еще в высшей лиге, помогать Бобруйску. После победы тренерский штаб дал команде расслабиться. Основной состав экзаменует дублирующий. Двухсторонка – это не только один из способов тренировки, но и возможность узнать, кто в какой игровой форме находится прямо сейчас. Для атлетов, которые находятся на просмотре, это шанс показать себя. По словам Дмитрия Мигаса, подписная кампания продолжается. Предстоящий матч с Сахарниками. Белшинов встретится с Городеей в пятницу. Максим Кембель, Максим Геленко, Бобруйск, 360.